Здравствуйте, и мы начинаем очередной вечер питчей, и я приглашаю первой представить свой проект Татьяне Орешкиной. Здравствуйте, коллеги, если вы мне разрешите презентацию включить, то мы сможем увидеть слайды. Сейчас я вам дам право на представление. Я пока представлюсь и скажу такое сразу небольшое предупреждение, что я работаю в российском ВУЗе. Этот ВУЗ, Уральский федеральный университет, я знаю, что у нас есть участники в группе, которые принципиально не хотят сотрудничать с любыми ВУЗами российскими в том числе. И поэтому я сразу предупреждаю, что я приняла для себя решение продолжать работу в российском ВУЗе. Моя работа связана с экологическим образованием, и поэтому я считаю, что как раз сейчас наша обязанность дать в том числе российским студентам возможность получить образование, которое связано с устойчивым развитием. Соответственно, я приглашаю коллеги, вас в том числе подключиться к созданию онлайн-курса, который я называла «Устойчивое развитие системный подход». Подскажите, пожалуйста, видны ли слайды или надо развернуть? Видно, спасибо. Итак, ни для кого не секрет, что у нас происходят сейчас различные изменения и риски, с которыми мы столкнулись, и каждый из вас их знает. Здесь не будем останавливаться. Я сразу перейду к тем ответам на глобальные вызовы, которые система образования и мировая, и российская сформировала на данный момент. Это различные ESG-курсы и ESG-образовательные программы. ESG – это управленческий подход, который предусматривает измерение социального, экологического и экономического воздействия организации на планету в целом в долгосрочной перспективе. Соответственно, у нас сейчас сформировался недостаток системных продуктов, образовательных, которые бы позволяли дать студентам, журналистам, представителям некоммерческих организаций общее понятие про устойчивое развитие как подход в целом с точки зрения системного анализа и в том числе анализ устойчивого развития на конкретных примерах. Соответственно, я перехожу сразу к структуре онлайн-курса. Я его назвала онлайн-курс, потому что это понятные такие слова. Но в дальнейшем вы увидите, что я не говорю о каком-то видео, которое записано на платформу, выложено и все. Я говорю о живом, очень подвижном продукте, который будет реализован на платформе, какой конкретно мы с вами как авторы уже сможем договориться. Это будет возможность каждого участника сказать, на каких платформах мы хотим разместить этот курс. И, безусловно, он может быть размещен на различных платформах. Значит, курс будет состоять из двух частей. Вы видите справа, то есть первая теоретическая часть, которая уже фактически подготовлена, это методология прикладного системного анализа. И далее у нас эта методология должна прикладываться к конкретным кейсам, привязанным к целям в области устойчивого развития. Давайте подробнее я расскажу, как я это вижу. У нас есть определенная структура теоретического материала. Это описание в целом, что такое система, описание моделирования принципов системного анализа, какие бывают паттерны, какие бывают прикладные пакеты, которые позволяют нам моделировать различные ситуации. Далее из системного анализа мы берем подход к решению проблем, подход к проектированию и программированию, подход к принятию решений, рефлексия. И именно вот эти шаги, которые студент сначала рассматривает в теории, далее должны быть уже рассмотрены на конкретных кейсах. И я приглашаю вас, коллеги, подключиться к созданию такой библиотеки кейсов, которая должна вот в режиме онлайн, но это синхронная работа со студентами, которые запишутся на этот курс, эти кейсы должны быть проработаны в одинаковой логике. Соответственно, если мы говорим про цели устойчивого развития, каждый из вас уже может придумать себе свой кейс, который он начинает прорабатывать. Безусловно, этих кейсов может быть несколько. И мы со студентами должны как брать кейсы, которые уже имеют какое-то историческое значение рассмотреть, так и живые кейсы, которые студенты в том числе могут предлагать сами и на основе этих проблемных ситуаций уже предлагать определенные проекты. Я рассчитываю, что вот этот онлайн продукт, он будет развиваться и расти именно за счет вот этой библиотеки кейсов, потому что для каждой страны есть разные, наиболее приоритетные цели устойчивого развития. И важно в том числе участников из разных стран объединять вот этих командах, которые рассматривают одни и те же цели устойчивого развития на примере разных стран. Далее, я предлагаю собрание тех коллег, которые хотят подключаться к этой работе, назначить на 24 апреля через запись в Telegram-чате и к 1 августа подготовить уже первый вариант этих кейсов, которые мы обсуждаем в команде и начинаем уже приглашать студентов, чтобы с 1 сентября студенты могли, студенты вузов, в том числе и ваших, если вы будете авторами курса, соответственно, этот курс будет востребован в том числе и в тех местах, где мы работаем. И я надеюсь, что как только у нас будет первый вариант нашего плана курса, мы сможем этот курс уже предлагать различным онлайн-платформам, университетам. Но вот здесь я сейчас не буду останавливаться на маркетинге, ценообразовании, каналах продаж, потому что это будет уже исходить из потребностей, в том числе авторского коллектива. Кого я приглашаю присоединиться ко мне? Кроме авторов кейсов и преподавателей, которые, конечно, у нас уже есть, у нас уже в команде авторов 4 человека, и мы часть материалов уже подготовили и будем летом записывать видео, которое относится к теоретической части. Кроме непосредственно авторов и исследователей темы устойчивого развития, экологических проблем и социальных проблем, и все, что связано с устойчивым развитием, нам требуются специалисты, которые будут помогать оформлять презентации, помогать с монтажом, помогать демонстрировать и показывать различные скринкасты для пакетов прикладного анализа данных, для пакетов, которые позволяют системный анализ сделать ситуации, он очень широкий. И вот здесь много вариантов этих программ, здесь, соответственно, может быть ваша роль очень востребована именно как технического специалиста. Ну и кроме того, конечно же, я надеюсь, что мы сможем найти людей, которые переведут видео, сделают английские субтитры, английские тексты, и если у нас есть люди, которые готовы на другие языки это переводить, соответственно, это тоже можно сделать. Соответственно, мои контакты есть в чате, и телекан у меня открыт. Я жду ваши предложения в самые короткие сроки, потому что я надеюсь, к первому сентября уже запустить этот курс. Спасибо большое, постаралась быть краткой, готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Татьяна. Да, вы действительно уложились в 9 минут, и у нас еще 10 минут для вопросов. Коллеги. Коллеги, только просьба, выключите, пожалуйста, свои микрофоны, если вы не говорите, потому что идут посторонние звуки. Татьяна, у меня такой вопрос. Вы говорите про команду, это команда Уральского университета? Ну, на самом деле, не только, потому что у нас есть сейчас специалисты, один специалист из Томского государственного университета, и один специалист, который сейчас нигде не работает и проживает, ну, тоже в разных местах. То есть такой свободный исследователь. И, соответственно, два человека из Уральского федерального университета. А вы знаете, что существовала команда из, тоже преподавателей и исследователей разных вузов, и базировалась эта команда, по-моему, в Высшей школе экономики, и она именно взаимодействовала непосредственно с ООН, занимались как раз-таки вопросами устойчивого развития. Ну, вот с 22-го года они куда-то ушли или в тень, или нет, но они представляли Россию вот именно в ООН. Знакомы ли вы с представителями этой команды и связаны вы как-то или нет? Нет, я не знакома конкретно с преподавателями, которые занимались этой темой, но могу сказать, что тема на повестке дня, и, конечно, Высшая школа экономики многими вопросами занималась. Я не очень понимаю, как сейчас Россия будет отчитываться, сейчас как раз срок сдачи вот этих данных по отчетам ежегодным для достижения ЦУР. Здесь вот общая политическая обстановка, сейчас я не понимаю, как это будет происходить. Я говорю конкретно про образовательный продукт. Безусловно, в будущем возможно, что будет непосредственное взаимодействие с ООН, но сейчас на данном этапе этого пока не требуется. Если мы говорим уже про поиск какого-то финансирования, то мы тоже здесь должны сделать какой-то первый вариант уже продукта, провести какие-то исследования, чтобы все кейсы у нас были закрыты перед тем, как говорить, что мы вот что-то готовы предложить мировой общественности. Пока это вот на уровне идеи, и, соответственно, еще год, я думаю, что это будет в проработке. Спасибо большое. Ну, мне как раз вот была интересна связь с ООН, потому что, ну, поскольку это все-таки цели, которые задавали они, а какие цели вы считаете приоритетными? Ну, вы сказали, что для каждого государства существуют свои приоритетные цели. Вот какие, на ваш взгляд, ЦУРы приоритетны для России сейчас? И на какие, вам кажется, нужно больше усилий потратить? Ну, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что, мне кажется, он поставлен как бы очень так узко. Мы не можем сказать, что вот есть одна какая-то цель, которая важнее всех остальных. Вот эти цели, безусловно, например, если мы говорим про сохранение морских экосистем, ну, можно сказать, что вряд ли это будет суперприоритетная цель. Но у нас есть несколько целей для России. И сейчас я должна буду, наверное, минут еще 30 потратить, рассказать про каждую из них и почему она важна. Это все-таки комплекс целей. Но когда я говорила, что какие-то цели более важны, я имела в виду, что, безусловно, разные кейсы разных стран, где уже есть продвижение по этим целям, будут как кейсы демонстрировать студентам возможности. И, соответственно, те страны, которые уже, например, добились определенных успехов, они могут служить для нас такими бетчмарками для России. И поэтому именно у нас задача охватить как можно больше коллег не только из российских вузов. Хорошо. Коллеги, есть вопросы? Татьяне. Ну, во всей видимости, нет. Татьяна, вы просили ссылку прикрепить. Ну, то есть это, на самом деле, достаточно сложный процесс. Это нужно было переслать ее Александру. Александр прикрепил бы ее туда. Да, я думаю, что намного проще, если вы сейчас разместите ссылку в чате. Да, конечно. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. И далее мы послушаем о проекте Сергея. Сергей, вы представитесь сами? Десять минут на доклад и десять минут на вопросы. Татьяна должна вернуть управление или мне, или передать Сергею. Татьяна. Да, коллеги, одну секунду. Делайте, пожалуйста. Да, я отдала права. Вы можете демонстрацию включать. Вы мне передавали? Добрый день, коллеги. Я заранее извиняюсь, что не удалось мне решить проблему с камерой. И видео не включается. То есть компьютером у данной мини-катастрофы произошла. И, к сожалению, вот такая ситуация возникла. Павел, извините, Сергей, начинайте. Ну, наверное, вы прочитали аннотацию, так что, чтобы мне не повторяться, я попробую осветить те стороны проекта, которые не были там описаны. Ну, начну с того, что идея самого этого проекта, который на русский язык можно перевести как «перешедший в буддизм» и их сообщество в постсоветских странах, сама идея этого проекта, она возникла еще до февраля 2022 года. Но в связи с всем известными событиями проект претерпел небольшие изменения. То есть у нас возникли некоторые сложности, допустим, с постановкой вопросов, с составлением анкет для тех людей, которые находятся в России, чтобы на фоне ужесточения законодательства их лишний раз не подвергать риску и так далее. Тем более, что как раз это анкетирование, оно по замыслу должно проводиться в различных группах буддийских, там в Телеграме и ВКонтакте, например, и некоторые просто могут отказаться эти анкеты публиковать, если там будут какие-то вопросы, которые плохо сочетаются с нынешним российским законодательством. Ну, там, например, если мы соберемся замерять там уровень гомофобии, например, или что-то подобное, я уж не говорю там про какие-то вопросы, про отношения, так скажем, к политической обстановке и тому подобное. Плюс у нас возникли новые реалии, то есть у нас возникли новые сообщества, можно сказать, в буддийске, то есть вот не было в Грузии, грубо говоря, таких сообществ, а сейчас они возникли. И то есть у нас появляется новое поле, так скажем, для исследования. Плюс в чем специфика данного проекта, то, что мы можем комбинировать, как бы либо убирая там какие-то области для исследования, либо добавляя, то есть у нас постсоветское пространство, это в широком смысле, то есть, ну, естественно, это можно разделить, там, допустим, Россия, Украина, Центральная Азия, страны Балки, у каждого региона будет своя специфика. Но что их объединяет вместе, то, что там представлены одни и те же буддийские школы. И в связи с этим будет интересно рассмотреть, как они функционируют и развиваются в разных, так скажем, в разных странах, в разных условиях, там, политических и так далее. Так, что еще можно добавить? То есть проект, он может быть реализован как междисциплинарный, то есть к нему можно привлечь, помимо религиоведов, можно привлечь социологов, социальных антропологов, психологов. То есть мы планируем рассматривать разные аспекты, так скажем, функционирования и развития буддийских сообществ. И что нужно еще сказать, то, что подобные исследования, они уже проводились в зарубежных странах. Было много исследований в Соединенных Штатах, были в Британии, во Франции, в Германии. То есть они изучали как раз, так скажем, свои вариации буддизма и сообщества в своих странах и затрагивали самые разные аспекты. То есть и тут мы тоже можем определиться, какие аспекты жизни сообществ мы будем затрагивать, какие мы можем там по разным причинам опустить, например. То есть там вот исследования, которые выходили в западных странах, они там, допустим, там есть очень такие узкоспецифичные, там, например, афроамериканцы в буддизме, там или роль женщины в британском буддизме. То есть есть вот еще такие более узкие темы. Ну, по поводу того, в каком состоянии этот проект находится, можно сказать, что я уже в свое свободное, вот, так скажем, моей нынешней работе время занимался уже, так скажем, этим проектом. То есть были проведены некоторые интервью и определенные тенденции, в общем-то, уже вырисовываются. Ну, конечно, проект еще очень далек от завершения. Там работа прямо-прямо еще только на начальном этапе находится. И сейчас получается в таком замороженном состоянии, потому что с одной стороны, да, моя нынешняя работа в одном из институтов Казахстана, она тоже академическая, но с другой стороны, она никак не связана с буддизмом. И хотелось бы, в общем-то, найти какое-то финансирование, чтобы можно было сконцентрироваться на этом проекте и думать как бы о каких-то побочных вещах. Так, что еще я хотел сказать? Ну, возможно, уже будут какие-то вопросы, и если я что-то недоговорил, возможно, это раскроется в ходе ответа. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вы как раз уложили здесь минут. Коллеги, вопросы? Сергей, можно я задам вопрос абсолютно непрофессиональный, поскольку совершенно не в теме. А скажите, пожалуйста, в какое число оценивается количество тех, кто перешел в буддизм, ну, скажем, в России какие есть данные по Европе или по постсоветскому пространству? Просто насколько большая эта группа людей? Ну, вот по России и по советскому пространству у нас имеются сложности объективные, потому что переписи населения никак не фиксируют религиозную ситуацию. И даже точно неизвестно, сколько, например, в России буддисты проживают на данный момент, как и в других соседних странах. Ну, и то есть там оценки идут такие приблизительные, то есть это, ну, грубо говоря, если человек там называет себя калмыком или бурятом, то он может теоретически там, да, относиться к буддистам, но может и нет, потому что ситуации бывают разные, и в связи с этим, да, у нас имеется такая проблема, то есть мы не можем назвать, сколько у нас буддистов даже в исконно-буддистских регионах, то есть примерную цифру там можно только назвать, а вот тех, кто перешел в буддизм, их вообще сложно зафиксировать, потому что, ну, да, как бы на данных переписи мы никак не можем ориентироваться, потому что, ну, да, не совпадает, как бы вот национальной составляющей религиозной, то есть если там по калмыкам, бурятам мы можем как-то предположить, там примерно, то вот мы, наше заинтересование, это сконцентрировано на тех, кто не относится как раз к этим этническим группам, и поэтому дополнительные сложности возникают. Спасибо, спасибо. Сергей, можно еще не вопрос, а комментарий? Меня слышно? Да, 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 да. Вот я еще в чате, когда, ну, вот про вечер пичи, там информация выкладывалась в чате именно о координационном таком, я там писал в комменте, что это достаточно интересная тема, если можно будет с вами связаться, потому что я как раз имею такое непосредственное отношение к одной из таких, ну, не я сам, а я лично знаю таких ребят, которые как бы представляют такую буддийскую, не этническую группу, вот, и может быть, как раз, ну, можно было наладить какое-то вам, в общем, выборку вам можно было бы организовать небольшую, вот, так что, если можно, давайте свяжемся. Да, 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 конечно, я вам напишу тогда сам, я видел ваши комментарии. Все, супер, тогда в личку пишите, спасибо. Сергей, а можете в чате свой имейл или какой-то контакт оставить, чтобы как-то общение с вами было возможно, и для тех, кто далее посмотрит, например, это... В чате, в Телеграме, да? Ну, прямо здесь можете. А, хорошо, сейчас... А я, кстати, не уверен, что чат виден, когда запись публикуется. Мне кажется, чат уже не виден. Хорошо, хорошо, оставьте здесь и в Телеграме, но, по крайней мере, оставьте информацию, чтобы можно было связаться. Так, я попробую сейчас в чате написать, если будет видно. Да, здесь в чате будет видно, а тогда, если вы не состоите в чате организаторов, ученых без границ, тогда мы сейчас перекинем ваш контакт туда. Я составил там... А, в чате... В общем чате, по-моему, есть. А, нет. В общем чате, да, в общем чате его все видят. Да, я вот сейчас скинул свой адрес. Да, 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 мы видим. Спасибо. Да, хорошо. Спасибо. Есть еще вопросы к Сергею? Вот Александр здесь. Да, это не вопрос, это комментарий, я просто хочу сказать, что у меня тоже есть, значит, знакомые россияне, которые являются буддистами, опять же, не этническими, а они в Германии, в Берлине. Вот этих вот разбросанных по миру российских или русских, или российских буддистов, вы как-то планируете, учитывать или смотреть на них? Просто интересно. Да, изначально планировалось, ну, все-таки, да, учитывать вот эту позднюю, так скажем, недавнюю эмиграцию. Если люди эмигрировали давно, например, еще до распада СССР, то это вряд ли будет. А если позже, то вполне можно, то есть, да, лишнего не будет. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Нет? Тогда переходим к следующему проекту, и его нам представит Александр. Вы готовы? Мне нужно расшарить, да, мне нужно расшарить айкон. Как это сделать? Я могу, да, у меня появился, секунду. Нет, сейчас, секунду, я сделаю мейк-хост. Так, вот, я сделал у вас. Отлично, так, вроде работает. Так, а если я теперь расширю это полноэкранно? Вы видите эти слайды? Да. Они перещелкиваются? Да. Отлично. Извиняюсь, у меня на английском презентация, просто я недавно ее делал для другой цели и просто не успел перевести. Я просто по-русски все скажу, а как бы это просто визуальная поддержка некоторая. Сейчас я сейчас запущу себе секундомер. Так, поехали. Значит, моя тема посвящена академической миграции после февраля 2022 года из России. И причем не всякой миграции академической, а только коллективной. Ну, то есть, получается, разная, попадают разные экспоненты, но я интересуюсь миграцией коллективов. Значит, я сразу скажу, что я уже сделал пилотный заход и я ищу людей, которым было бы интересно развивать эту тему, расширять ее и подаваться вместе на гранты какие-то коллективно. Вот. это исследование делалось на базе Свободного света Берлина. Сейчас я там не числюсь, но вот на базе делалось его. Что я сделал уже? Я уже сделал 21 интервью с академическими мигрантами из России. Большинство из них были социологами, но также были люди из других разных дисциплин. Я сделал эти интервью недавно, в феврале-марте. Вот. И как бы сейчас я ищу возможности расширения этого проекта. Что я пробовал? Это был пилотный проект, поэтому я пробовал разные теоретические рамки. Некоторые из них сыграли, некоторые не очень хорошо сыграли. Я как бы смотрел на академические коллективы как секты по Веберу, в Бурянские секты. Смотрел на академические коллективы как по Людовику Флеку мыслительные коллективы. Пытался поймать неформальные сети, неформальные практики взаимодействия. Смотрел так или иначе по-разному. Но срок сыграло, вот то, что я сейчас презентую, это более простое разделение, на самом деле разделение на рынок и сеть, и разделение на ядро и периферию глобальной науки. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Мы можем помыслить себе академическую миграцию вот на этом континууме. Слева у нас индивидуальная миграция, это когда человек просто сам берет, собирает чемодан и уезжает, получает оферку в западном университете и уезжает. До, вот правый континуум, конец континуума, это коллективная миграция, институционализированная, когда переезжает целый университет или департамент, или факультет, и каким-то образом уже институционализированная, как сейчас модно говорить, институция, она релацируется. И мы можем видеть континуум целый. Некоторые люди уезжают с друзьями, некоторым помогают коллеги, некоторые помогают коллеги с той стороны и с этой стороны, по-разному бывает. Бывают неинституционализированные миграции. Некоторые люди уехали, некое комьюнити создали, но они не являются в полном смысле слова институцией еще. Мне интересно смотреть на более правый кусок континуума от группы до комьюнити, до институционализированной миграции целой институции. Что такое рынки против сетей? Если мы абсолютно упростим, то мы можем представить себе два экстремальных кейса. Первый кейс – это свободный рынок, когда люди нанимаются в академические институции, просто по объявлению. Вот вы объявили о вакансии, и вам пишут все там со всего мира, все присылают, вы эти вакансии отсматриваете, аранжируете, выбираете лучшего кандидата. Это чистый рынок. Естественно, что в реальности это так не работает, но как идеальный тип мы имеем его. Второй идеальный тип – сети, когда нанимаются по дружбе. То есть вы кого-то знаете, кто знает кого-то, кто знает кого-то, и вы через этого человека нанимаетесь на работу в академическую институцию, в университет, в организацию. И здесь тоже континуум, естественно, самый экстремальный кейс это то, что называется непотизм, когда вы нанимаете своего брата, свата, друга и так далее. Чуть-чуть дальше от этого экстремального кейса это наем своего бывшего аспиранта, своего коллегу и так далее. То есть у нас есть два полюса, и между ними целый континуум между рынком и сетью. Если мы говорим о академических коллективах, то академические коллективы могут быть набраны вот на этих разных принципах. Как они нанимаются? В основном по принципу связи и дружбы или по принципу открытого свободного найма на академическом рынке. И мой основной аргумент, что в России и в... Ну, вообще, не только в России, в разных странах в разных странах разный принцип доминирует. Вот что я хотел сказать. Если мы говорим про западную академию, мы условно можем сказать, что там доминирует рынок. Если мы говорим про академию постсоветскую, скорее всего, там доминирует больше связи. Это, опять же, это очень широкое обобщение, но просто для того, чтобы мы где-то разместились идеальные типы. Второе развлечение, которое важно для моей работы, это развлечение ядра и периферии. Это просто случайная ссылка из работы коллеги, который анализировал в структуру такой тематической области, как international relations, то есть изучение международных отношений. Они нарисовали карту, по которой, ну, неважно, какая именно сейчас эта карта, но главное, что там выделяется ядра и периферия. То есть вот есть ядро, это западная Европа, Америка, журналы. Тут они анализировали, как журналы друг друга цитируют. Но это все не принципиально. Главное, что есть ядро и периферия. Есть журналы, условно, из Латинской Америки, которые все смотрят на Европу, но на них никто не смотрит. Европейцы цитируют друг друга, цитируют американцев, друг друга, то есть не цитируют людей из Латинской Америки, не цитируют людей из Восточной Европы, не цитируют людей из Центральной Азии, а те, наоборот, цитируют это ядро. Это концептуализация глобальной науки как ядра и периферии. И вот если мы теперь схлопнем эти два развлечения, ядро, периферия и рынок, и сеть, мы получаем то, что получаем на материале российских ученых. Они пытаются уехать, но что они говорят? Конкретно этот респондент был достаточно высокопоставленным сотрудником крупного российского университета. Она говорит, я не верю в то, что кто-то даст карбланш, потому что никто не верит нам. Она говорит, мы до сих пор для них немного экзоты, она выразила такой, свой экзот, мы для них экзоты, мы странные для них, имеется в виду для американцев, для западных европейцев. Никто не даст карбланш. То есть последняя внизу строчка, вы видите, Россия это немного дикая страна, и никто не знает, как там учат студентов, поэтому нам просто не дадут перевести целую лабораторию, потому что никто нам не доверяет. Другой человек говорит, если бы даже дали лабораторию в Америке какому-то профессору, приехавшему из России, то он бы оказался в условиях свободного рынка. Он бы вынужден был набирать людей, конкурирующих на американском свободном рынке. Никто бы не дал ему просто взять своих друзей из России и перевести в Америку. Это невозможно, потому что это, как я называю, это конститутивный принцип. Принцип организации коллективов разный. Интересно, один испонент, тоже человек с опытом организационным в России, она говорит, иммигрантский стресс стоит денег. Если вы револцируете одного человека, это большой стресс. Револцируете его с семьей, стресс поменьше. Револцируете целый академический коллектив, стресс еще меньше для каждого из них. Это возможно. Она считала так. Опять же, в чем проблема? Западная академия, то, что я нашел из интервью, воспринимает Россию как страну другого организационного принципа. То есть, если там все условно набирается на свободном рынке, конечно, мы знаем, что это не так, но в принципе на свободном рынке, то здесь доминирует патронаж и непотизм. Так воспринимается. Поэтому что? Какое дело заключение? Я выделяю два принципа. Первый. Коллективная миграция из России возможно, академическим коллективам, которые приезжают либо в эквивалентную страну по отношению ядра и периферии, либо в страну более далекую, находящуюся на периферии. то есть, например, миграция научного коллектива в Центральную Азию возможно, миграция научного коллектива на Кавказ возможно, Восточная Европа возможно по этому критерию. Потому что ты либо находишься на той же позиции относительно ядра и периферии, либо дальше. То есть есть некий бонус даже. Ты делаешь некий академический дауншифтинг, но ты выигрываешь в возможности ревоцироваться. И второй критерий, что возможно ревоцироваться в те страны, академический рынок которых или университетская организация в которых организована по тому же принципу. То есть по принципу сетей. Нет возможности переехать в ту страну или в тот университет, который полностью нанимает на свободном рынке. Потому что тогда твой коллектив распадается по дороге. То есть ты не можешь всех перетащить, которые уже с тобой спаяны в один коллектив. А если ты приезжаешь в страну или в университет, в котором доминирует тот же принцип сетей или связей, это возможно. Субъективно как воспринимается невозможность, вот это несовпадение организационных принципов, как отсутствие доверия. Отсутствие доверия к нам. Нам не доверяют, из России не доверяют. Мы едем, а нам не доверяют. Вот это как бы как-то субъективно переживает информанты. И собственно я и видел это в своем исследовании. Есть пример переезда, попыток переезда на Балканы. Я не буду говорить куда конкретно, там это не имеет значения, но принципиально на Балкан и на Кавказ. Это вот, это совпадает с моими двумя критериями. То есть это реально, ну как подтверждается эмпирически. Кого я ищу? Я ищу людей, которые бы хотели бы вместе исследовать российскую академическую миграцию, подаваться на коллективные гранты. Вот последняя жена выделена, да. То есть мне бы хотелось писать, развивать это дальше, получать какое-то финансирование и звать тех, кому это интересно. В первую очередь я ориентируюсь на социологов, на людей, которые занимаются миграционными исследованиями, социологией академии, организационной социологией и тех, которым бы интересно другие теоретические рамки попробовать. Также те, кто занимаются исследованием высшего образования, тоже welcome. И вообще все, кому интересно, welcome. Это я просто так написал основные направления. Все, вот мой контакт. Пишите мне в Телеграме, буду очень-очень рад общению. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Вот свой контакт продублируйте, пожалуйста, в общий чат, чтобы видели. Вопросы, коллеги? Очень интересная тема, конечно. И мы все в той или иной степени живем в ней. По крайней мере, многие участники нашего коллектива. Александр, расскажите, вы уже знаете примеры коллективной миграции? То есть, когда, ну хотя бы там на уровне лаборатории. Понятно, что институции целиком не переехали, да, институты. Ну лаборатории или какие-то исследовательские группы. В моем исследовании было, да. Я не буду говорить, куда переехали. Там получилось так, что шесть человек собрались в одном месте. То есть, шесть человек из старой лаборатории собрались в одном месте. В новой лаборатории в западной стране. Но они переехали по... Каждый по отдельности их перетащил коллега, который там был, который имел связи с Россией. Там местный коллега, который имел связи с Россией. Он их по одному перетянул. То есть, как бы групповых нет. То есть, почему вообще все это исследование делаю? Идея была в том, чтобы написать к тому же какую-то рекомендацию, может быть, западным каким-то там полиситимейкерам, а то, чтобы какие-то возможности создать коллективной миграции. Сейчас таких нет. Сейчас же каждый ищет сам для себя что-то, да. Поэтому по одному. Так, чтобы собрались в одном месте, есть примеры, да. А вот коллективно нет. Не нашел. Не знаю. Я знаю коллегу, хорошо знаю коллегу, который смог перетащить в Израиль довольно большую группу. Я тоже знаю этого коллегу. Тогда мы, видимо, знаем одного и того коллега. Возможно, он более успешный предприниматель. Ну, он не предприниматель, он ученый, несомненно. Он смог создать такую коллективную миграцию. Но поскольку я вот внимательно слежу за этими процессами, я не вижу больших таких групп, которые бы перебирались. Ну, там конкретно в случае Израиля, там был кейс такой, что люди приезжали вместе, а потом заряжались по разным местам. Ну, кто-то оставался, наверное, кто-то заряжался. Там разная была история с Израилем. А такого, чтобы прям вот коллектив, прям создав свою институцию где-то, пока вот, пока, похоже, я не видел, не попалось мне. Может, кто-нибудь из присутствующих может привести такой пример? Ну, да. Я не знаю, очень нужно ли это, потому что, грубо говоря, некоторые люди не афишируют, что я сейчас создаю. Вообще, в последнее время вот прям очень много людей, кто занимается миграцией. И сегодня буквально мы тоже открыли доступ, Александр, вот на тот самый круглый стол, на котором вы присутствовали. И там как раз мы тоже говорим о миграции, поэтому академические мосты можете зайти, там про миграцию тоже посмотреть. И выступление Ивахштайна, и Александр говорил о мигрантах, и Буракова Анастасия. И очень много на самом деле исследователей, которые занимаются этими вопросами. Но вот ко мне тоже выходили такие коллеги, да, которые просили именно, у меня нормальные такие организаторские способности. И вот в качестве организатора вы просили поучаствовать в их проектах, но меня почему-то вот немножечко настораживает такая мысль, что я буду заниматься этим самым. Вот мы нашей командой будем заниматься миграцией, а вот с другими людьми мы не будем по этому поводу общаться, потому что вот мы сейчас сами сведения добудем, а потом их сами опубликуем. Вот у вас более такая открытая позиция в этом плане, и она, конечно, импонирует, то, что вы готовы со всеми сотрудничать. Потому что, ну, действительно, этот вопрос изучается сейчас многими командами, и было бы здорово, если бы эти команды объединились. Да, я бы рад с кем-то пока скопируется. Здесь вопрос у Дмитрия и Евгении. Дмитрий, по-моему, был первый. Пожалуйста, Дмитрий. Спасибо большое. Александр, ну, во-первых, на меня можете в целом рассчитывать, если будете подавать заявки. У меня прагматически два коротких вопроса. Первое. Думали ли вы уже о том, куда именно подавать заявки, какие фонды, может быть, каким университетам предложить эту инициативу? И второй связанный с ним вопрос. За счет чего мы можем себя, как некие исследователи, этим фондам продать? Условно, чем мы можем быть для них интересны с такой темой? Спасибо. Я сейчас отвечу. Я пока не знаю возможности для коллективных грантов. Я не знаю. Если бы я сам просто сделал что-то один, я бы продолжил в свободном университете Берлина подаваться и подписать в немецкий ДФГ заявку. Там есть вариант написать заявку в ДФГ, но это один. Я не знаток. Хорошо бы кого-то найти, кто хорошо разбирается в заявках на гранты, чтобы человек порекомендовал, куда можно коллективно подаваться. Вот это вот такое у меня... А чем продать, мне кажется, это не так сложно, потому что у нас есть уникальная экспертиза по русской академии, российской академии. То есть мы что-то знаем об этой странной категории мигрантов. Потому что одно дело, это мигранты, которые эмигрируют из Украины, это полноценные беженцы и так далее. А другое дело, это русские, которые уезжают, или россияне, которые уезжают, которые по другим причинам каким-то. У нас есть какая-то экспертиза здесь локальная. Мне кажется, это можно как-то продать, потому что мы знаем поле, мы знаем, кто в России. Вот есть другое деление, Соколов и Титаев, у них есть такое деление на провинциальную туземную науку. Мы условно знаем это имплицитно, какие университеты куда относятся, к какому типу науки, условно, Соколовский и Титаевский. Вот. Этого не знает западный исследователь, ему сходу трудно сориентироваться, мне так кажется. Вот я бы так продавал, что мы знаем уникальное поле. Спасибо, Евгения. Спасибо за интереснейший доклад, это тема очень важная, конечно. Скажите, пожалуйста, вы сравнивали современный процесс академической эмиграции с аналогичными процессами в 90-х годах. У меня просто было несколько знакомых, которые в 90-е годы уезжали вместе с коллективами, все было прекрасно. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоит, как сейчас выглядит этот процесс и что общего, и в чем отличие с коллективной эмиграцией ученых в 90-е годы? Спасибо большое за вопрос. Я сразу скажу, что я не эксперт по 90-м годам, я не знаю, просто не знаю. Я сам чуть-чуть помоложе, и у меня просто нет такой экспертизы. Я не знаю, как было в 90-е годы. То, что рассказывает Виктор Ваштайн в своих исследованиях, в своих лекциях, может, вы помните, там были отсылки к 30-м годам. Там уезжали от большевистской власти философы и обосновались в Берлине. Там не очень успешно все получилось, но, тем не менее, там был русский научный институт. Это был пример. Другой пример, который Виктор Ваштайн приводил, это эмиграция в Америку франкс-русской школы. Это от нацистов эмигрировали. То есть, ну, как бы, вот примеров про 90-е, не знаю, там что-то было другое, как кажется, там что-то было иное, там что-то иное происходило. Ну, так вот, моя интуиция говорит мне, что в 90-е было что-то иное. Не знаю. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Александр, во-первых, оставьте свой имейл или какой-то контакт в нашем чате. Да. Сейчас напишу. Спасибо. Тогда к следующему проекту переходим. Нет, сейчас, секундочку, здесь есть комментарий. Прочитайте. А, да. Так, качестве ремарки. Случай релокации всей институции, не связанные с современными условиями. Переезд Европейского гуманитарного университета из Минска в Вильнюс 2004. Да, окей, да, отлично. То есть, это вот что-то такое, да, вот интересно, что-то такое сравнить с чем-то таким, да. И, Александр, верните, пожалуйста, право управлять экраном. Спасибо большое. Все, Павел? Павел? Добрый день. Представьтесь немножко и свой доклад представьте. 10 минут на доклад и 10 минут на обсуждение. Да, конечно, я могу вывести, да, на экране? Да, сейчас, секунду, сейчас я сделаю вас. Так, право передано вам. Да, пожалуйста. Меня зовут Беленко Павел. Я здесь вместе с моими коллегами, с Юлией Артемовым и с Денисом, Юлией Артемовым, извините, и с Денисом Артемовым. Я думаю, что они в ответах на вопросы, либо в комментариях подключатся также. Либо сейчас в основной части, и мы можем выступить вместе. А вот, собственно, наши профили в LinkedIn. Я прошел определенный путь в бизнесе от инженера до генерального директора завода предприятия. В 2014-2016 годах руководил созданием предприятия в городе Челябинск. И с этого времени, с 2016 года, также развивая академический тракт, я являлся частью школы управления Осколково. Помимо публикаций, исследований, которые мы проводим вместе с Юлией и Денисом, я также работал в качестве академического лидера программ в США, в Кремниевой долине, в Израиле, вместе с университетом ТАО, делали программы для экзектив МБИ, которая учится в школе управления Осколково. И мы также сделали 7 программ в объемах Арабских Эмиратах в 2022-2023 году. В общей сложности, приведя в регион около 270 предпринимателей, акционеров, компаний, инвесторов, и вместе с образовательными институциями, вместе с бизнесом, вместе с государственными различными департаментами, министерствами, мы создали такие 7 программ для такой целевой аудитории с очень высокой оценкой за кримическое лидерство модуля и за организацию этих программ для управленцев. Вот тут пример такой программы. Это первая программа, которую год назад мы открыли и провели и во фризонах, и в министерствах, и на уровне руководства Эмират. Немножко про возможности исследования. Нас очень вдохновляет вот эта работа наших коллег, это работа Томаса Кассоса, человека, который ведет в различных школах управления программы по макроэкономике. И вот перед глазами у вас сейчас третье уже издание индекса качества элит, которое они построили, фактически основав методологию оценки качества элит. И внутри под обложкой, в общем-то, вот такого исследовательского труда, рэнкинг и бенчмаркинг определенный по большому числу стран, для того, чтобы создать и построить некую модель сравнения и связать это как-то с экономическими метриками, с скоростью развития этих стран, в общем-то, обосновав на таком примере, к чему стремиться поставить цели для развития многим другим государствам и элитами, которые управляют этими странами, этими государствами. И в этой связи нам было бы интересно обсудить с участниками сообщества тему, которая бы могла называться таким образом «Развитие экономики Объединенных Арабских Эмиратов и влияние на страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива, ну и, в общем-то, на Ближний Восток». Цель в том, чтобы найти связь между действиями правящих семей Объединенных Арабских Эмиратов, со стратегией развития государства и с факторами роста, результатами инвестных бизнесов в странах, начиная с Объединенных Арабских Эмиратов и с благосостоянием населения, с экономическим уровнем развития не только страны, но и каждого этой страны. Проект этот может быть интересен предпринимателям, корпоративным управляющим, которые планируют сейчас дальнейшее и глобальное развитие своих компаний, а также участникам программ ГСБИ и БИИ-университетов, школы управления. Мы уже начали такую исследовательскую часть, проанализировав конкретные ключевые метрики, их динамику изменения. Как мы знаем, страна Эмирата – одна из самых молодых стран в мире. В 2021 году был отмечен юбилей страны 50 лет. И в этом смысле за эти 50 лет некоторые из показателей, например, показатели, которые характеризуют Эмираты как страну интересную для предпринимателей, росли близко к экспоненциальному характеру роста. И нам, безусловно, как исследователям, интересно изучить, с чем это связано, почему Эмираты настолько быстро развиваются. Мы хотели бы через определение трендов и паттернов связи развития экономической характеристики, условий, которые создают правящие семьи, подчеркнуть особенности модели развития и, возможно, выстроить способы трансляции, возможного трансфера физических бизнес-моделей страны и бизнес-моделей региона. И немаловажная здесь часть, продолжая тему, которая сегодня затрагивалась с другими исследователями, мы бы хотели здесь также спрогнозировать и понять, как повлияет приток предпринимателей, команд, бизнесов из других стран на развитие экономики Эмиратов и стран залива сегодня. Вот эти семь гипотез являются базовыми для их проверки, начиная с, наверное, одного из самых важных, ключевых критериев для развития компании сегодня безопасности капитала и предпринимателей через активное привлечение иностранных инвестиций, рост венчурной индустрии внутри страны, через анализ, внимательный опыт того, что происходит в долинах по всему миру и выстраивание акселерационных структур и доверие к частным венчурам и, естественно, этой страны. Еще одна гипотеза – это создание условий для талантов и предпринимателей из множества стран. Безусловно, здесь же диверсификация рост суверенных фондов, инвестиции в глобальные рынки, в том числе этих суверенных фондов и быстроразвивающихся отраслей этих рынков. Ну и, как ни странно, вот такой подход политического строя абсолютной монархии из доминанта управления бизнесами действительно также влияет на экономические характеристики и на рост конкретных экономических характеристик. В качестве связи и дальнейших гипотез, которые могут каким-то образом влиять на дальнейший рост, мы выстроили эти три гипотезы и обсуждаем сейчас с Юлей и с Денисом эти связи, эту причину-следственную связь. Первое – релокация компаний из Российской Федерации в страны Советского Союза и Арабских Эмиратов значительно повлияет на развитие экономики региона. Второе – за ростом релокации ИТ-компаний. Сегодня следует рост открытия и развитие производственных компаний в различных Эмиратах, причем сначала приходят крупные стратегические игроки, которые приводят за собой уже средний бизнес, что соответствует, в общем-то, целям развития промышленности в Эмиратах. Одна из этих целей, например, рост в 2.6 раз доли ВВП от промышленности, от индустриальных компаний и бизнесов до 2030 года. Ну и, наконец, рост в СЛАИТ-А производственных компаний придет к развитию инфраструктуры, культурных учебных институтов, в целом развития стран в СЛАИТ. Кого мы ищем и с кем мы были бы рады пообщаться? Во-первых, спасибо большое за организацию сообщества. Было очень интересно, внимательно я послушал и выступление первого Дня печи и сегодня. Действительно, на мой взгляд, мы получим дополнительную ценность от такого объединения и от провожения коммуникации. Мы были бы рады встретиться с социологами, людьми, которые изучают влияние миграции и изменения экономики стран. Безусловно, с экономистами и исследованиями других направлений, в частности, в анализе данных. У нас есть и при этом выход на сообщество школ управления. Мы сами... Я выпускник Московской школы управления Осколковой, экзекции БИИ-8, учился в 2012-2014 году и являюсь основателем одной из самых активных сообществ школ управления с клуба производственников. Фактически, это такая база респондентов, с которыми можно вести диалог как в формате агитирования, так и в формате личных встреч и коммуникаций, которые достаточно сейчас активны в части глобального развития бизнеса. У нас есть определенное понимание специфики региона на основе наших экспедиций, которые мы организовали и провели в 2022-2023 году. У нас есть ряд публикаций, ряд статей, у нас есть определенные инструментарии онлайн, когда мы вместе проходим от анализа, от постановки целей и задач к гипотезам, к анализу источников и далее к исследовательским работам и к публикации того, что у нас получается делать. Большое спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Павел. Я тут вот сижу и думаю, что вот как раз у Александра был вопрос, куда продать проект, а тут вот как раз Павел. Вы не готовы купить исследование, Александр? Ну, я думаю, что надо пообщаться, да. Я не очень понимаю, пока, значит, продать по отношению к исследованиям и купить. Хорошо, шутка. Спасибо большое. У кого есть вопросы к Павлу? Очень интересно, на самом деле. Коллеги? Кажется, Октябрина хочет что-то спросить, нет? Нет, нет. Просто вы у нас высветились на экранах. Нет, нет. Если бы получилось у моих коллег подключиться, тоже у Дениса, у Юлии пару слов, что сказать. Пожалуйста, Денис. Или задать вопрос. Анна пытается что-то сказать. Анна? Нет. Не пытается что-то сказать. А коллеги, они подключились? То есть они здесь? Ну, я их вижу, да. Да, добрый вечер, на связи. Да, здравствуйте, Денис. Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здесь тоже. Да, здравствуйте. Ага. Добавьте. Что-нибудь. Смотрите, в целом, нас впереди ожидает довольно большое крупное исследование. Мы очень рады будем, если вы как-то к нам присоединитесь, может, дадите какую-то рекомендацию людей, кто могли бы поучаствовать, кто заинтересован узнать результаты. Спасибо. Спасибо, Юля. Спасибо. Юля, а вы что хотели бы добавить? Ну, хочу добавить, что исследования получаются комплексные, и в перспективе мне видится, что, когда мы начнем глубже копать эту тематику, появится ряд поднаправлений, которые могут быть интересны в качестве научных публикаций в журналах крупных зарубежных вузов, и я в перспективе вижу тоже грантовые исследования. Спасибо. Есть даже понимание, куда можно заявиться с ними. Юля, если не против, я тоже пару слов добавлю. На мой взгляд, актуальность исследования в том, чтобы создать альтернативную, сложившуюся, скажем, Российской Федерацией модель по отношению к внешним возможностям. И в этом смысле мы прекрасно понимаем, что эти 10 миллионов человек, которые живут, около 10 миллионов населения Арабских Эмиратов, рынок не ограничивается по многим продуктовым направлениям, по многим направлениям развития бизнеса, только вот этим небольшим числом, но в том числе потому, что фрезеризованные, экономические, различные, различные логистические компании, опции, возможности в регионе, они создают торгово-логистический хаб, хаб талантов, бизнес-хаб, объединяя большое число стран вокруг. Модель, скажем, стратификации и социальных групп, и национальных групп внутри этих 10 миллионов также достаточно интересна, потому что большая часть представителей Бангладеша, Пакистана и Индии, ну, около там 6 миллионов человек, это, конечно, люди, которые создают, ну, скажем, недвижимость, создают продукты машиностроения на предприятиях, работающих в, прежде всего, Шаржи, Расслхайме и Фуджейре, таких промышленно развитых эмиратов, ну, и, конечно, в ключевых индустриальных свободных экономических зонах Дубая. Собственно, люди, которые пользуются благами достаточно развитой уже сегодня экономики, выросшей из песков, которые родились непосредственно в Арабских Эмиратах, которые являются рабами, они имеют возможности, как это многим известно, выбрать любой университет для обучения в мире и, собственно, получить бесплатную недвижимость для проживания от государства. Ну, а корпоративное управление выстраивают, конечно, англосаксы, британцы, американцы, европейцы в компаниях, которые сегодня активно развиваются. И в этом смысле вот такая синергия, совместная работа, взаимоэффективная этих 10 миллионов человек свидетельствует о позитивной экономической экспансии без каких бы то ни было девиаций в виде военных конфликтов и ссор с окружающими странами. И, на мой взгляд, вот модель, которую мы предлагаем здесь изучить, она была бы неплохим таким пичмарком и образом для мирного существования и развития не то, что сейчас плова научно-технического прогресса в этом мирном существовании, страны, которая задает уровень для стран, собравшихся вокруг. Ну, безусловно, антитеза здесь может быть СНГ. и выделение факторов динамики экономического развития этих стран. На мой взгляд, это очень интересно и актуально сейчас. Спасибо. Павел, спасибо за ваше выступление. На самом деле, то, что вы говорите, очень правильно, актуально и интересно. Во-первых, опять же, просьба оставить свои координаты в чате, потому что ведь дальше мы выложим это видео, и я уверен, что еще несколько десятков, а может быть, больше человек из нашего сообщества посмотрят видео и, возможно, захотят связаться, потому что, на мой взгляд, тема очень актуальная и интересная. Этот регион притягивает внимание очень многих. Я думаю, что очень многие даже хотели бы туда попасть, поэтому в качестве первого шага участия в этом проекте. В этом смысле, мы готовы делиться опытом и рассказывать, что собой представляет этот регион. я жил в семи странах, жил и работал в прошлом году и в этом году, но из всех этих семи стран наибольшее впечатление именно связи, условий и факторов развития на меня произвели Объединенные Арабские Эмираты. В смысле, я готов поподробнее, если будет интересно, кому рассказать об этой связи. Спасибо. Вы, кстати, должны выступить в нашем проекте про различные страны. Я не помню, что вы записали. Да, пожалуйста. Вы не записались, по-моему, давайте как-нибудь расскажите подробнее о своем опыте в этих странах. Да, спасибо. Спасибо большое. Ну, на сегодня все проекты представлены и мы можем завершать, если у коллег нет друг другу вопросов. Единственное, Александр, вот контакты коллеги оставили в нашем чате, что мы с ними сделаем? Мы их перенесем в чат организаторов, в Телеграм? Да, 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 да. У меня на самом деле остается после этого запись текстовая, да, я могу дальше вам ее передать, если вы уже не записали. Вы мне перекиньте ее тогда, а я сделаю один текст с контактами. Хорошо? Хорошо, конечно, сделаю. Так будет проще, чем я сейчас буду кидать по одному. все, спасибо. Спасибо всем большое, спасибо Екатерине за то, что она вела эту встречу, спасибо всем участникам за то, что они пришли и нашли возможность рассказать о своих проектах. Мы надеемся, что это принесет пользу и тем, кто презентовал свои идеи, и нашему сообществу. Очень хочется, чтобы совместными усилиями мы находили решение проблем для нас актуальных. Спасибо. 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 Спасибо всем. Александр, вы запись выключили? Да, я сейчас выключаю запись.